Доброго времени суток, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр И сейчас я поиграю в игру под названием Retro Pixel Castles Здесь мне дают небольшое количество людей и я должен развивать свою цивилизацию Я должен этих людей защищать, оберегать и делать все для того, чтобы они были счастливы Что ж, давайте начинать играть Для начала нужно выбрать какую-нибудь карту, ну я даже и не знаю какую Эммм Хм-хм-хм Ну давайте возьмем эту Мне она кажется наиболее подходящей Здесь целая куча всяких ресурсов Она большая, думаю она подойдет Что ж, давайте начинать Не может быть, ура, она загрузилась И вот, кстати, группа моих людей, которые и будут находиться под моим контролем Сейчас нужно выбрать подходящее место для создания моей деревни Чтобы вокруг были все необходимые ресурсы Оба-на, тут есть какой-то замок заброшенный Возможно я даже туда схожу и посмотрю, что там Ладно, пожалуй, пожалуй, я где-нибудь здесь поставлю свой городской центр Здесь рядом и дерево, и камень, все будет хорошо Так, сейчас я найму 24 работника Сделаю всех своих жителей работниками Чтобы они добывали ресурсы, чтобы они могли построить мой городской центр Отправляем их рубить древесину Давайте, ребята, рубите И отправляем добывать камень, чтобы у меня были ресурсы для постройки, собственно, моего Моего замка, моего городского центра Это происходит, к сожалению, не очень-то и быстро Потом еще нужно будет позаботиться о том, чтобы они не умирали с голоду Чтобы у них была еда, чтобы они начали, наконец-таки, плодиться, размножаться Потому что я в игру немного поиграл Я так и не понял, как сделать так, чтобы они плодились Непонятно на самом деле, непонятно Фух, если вы в эту игру, ребята, уже играли Напишите, пожалуйста, в комментариях Как сделать так, чтобы они, наконец-таки, начали сношаться И чтобы у них рождались дети Потому что они потихоньку начинают погибать Приходят зомби и начинают меня убивать Правда, у меня в стратегическом плане не особо удачная позиция Потому что будут зомби приходить и слева, и справа Это не очень удобно Это на самом деле неудобно Я не понимаю, с чем связаны вот эти вот пространственные обрывы Почему здесь пустота, чернь, непонятно Ладно, со временем разберусь Так, санида были уже почти весь необходимый камень для постройки И практически все необходимое дерево, знаете Они показывают себя с лучшей стороны Они хорошо работают Они действительно хотят жить в хорошем, развитом городе Даже уже факелы поставили Хорошо, жаль, что, правда, игра началась прямо с ночи И это, прямо скажем, не очень хорошо Кстати, пока нет моего центра городского Я не могу строить другие постройки Это минус-минус Так, они добыли уже кучу дерева Но почему-то не хотят его относить сюда А нет, вот последний чувак несет дерево на постройку этого здания Кстати, игра выполнена в пиксельном стиле В таком минималистичном Буквально нет ничего лишнего Только то, что необходимо Нет никакого визуального удовольствия Хотя, как сказать, кто-то получает удовольствие и отыгрыв в такие игры Да Такс, ладно Слишком много я болтаю не по делу Сейчас мне нужно строить жилье для моих гаражан Чтобы им было где находиться, где ночевать И чтобы все было хорошо Такс, хаусинг Хм Лайтинг, сторейдж Это хранилище Такс, что у нас еще есть? Мэджик Сбор Сбор дерева Это лесопилка получается, да? А это шек Что такое шек? Непонятно И каменная Ладно, пока-пока-пока Я построю только дома Чтобы они могли где-то жить Маленький хостел такой будет Отлично Сколько требует он ресурсов? 72 дерева? Чёрт, да это просто очень-очень много Кстати, что они тут бегают? Вообще непонятно Эм Что? А-а-а Они решили Сами-сами построить здесь тенты для жилья То есть использовать старые заброшенные тенты Чтобы в них жить Довольно мудрая идея, ребята Мне даже не пришлось строить вам дова Вы сами додумались, что можете это сделать Молодцы, что я могу сказать У меня довольно смышлённые жители И это меня радует Блин, я даже в тубку в небольшую впал Думаю, что они здесь копаются? Что они здесь бегают? Что они тут выискивают? Что они хотят этим показать? А оказывается, я думал, они уже хотят власть свергать Это было бы плохо Началась бы гражданская война А у меня даже и армии нет Поэтому я бы просто проиграл Главное, чтобы они сюда не побежали И не начали строить вот здесь Тент Потому что это может плохо закончиться В пещере наверняка будет жить Целая куча зомбарей А мне это не надо Такс, как идёт строительство? Камня Камня у меня больше, чем нужно Поэтому его хватает всегда А вот дерево С деревом у меня небольшие проблемы Поэтому, скорее всего, я сейчас перенаправлю всех своих строителей На добычу дерева Такс Давайте скажем им, что Ребят, ну пока хватит Идите добывайте дерево Нам дерево сейчас важнее Нам нужно больше дерева Чтобы был дом Настроение вроде бы у людей хорошее Потому что у них появилось место для жизни И вот чувак бежит достраивать третий тент То есть у них уже восемь мест И в эти палатки тоже люди поселились Четыре человека в одну палатку Неплохо Интересно, сколько в этой гостинице Сможет поселиться одновременно людей Действительно интересно Правда, она достраиваться будет ещё довольно долго Ещё было бы неплохо на самом деле построить ферму По добыче еды Чтобы голода они не испытывали Но пока они вроде бы не голодны Поэтому я не буду строить ферму Подождём, пока они проголодаются Тут ещё одна палатка Кстати, где я вообще нахожусь? О, на краю мира буквально Прикольно, прикольно Весь цивилизованный мир находится где-то там Интересно, тут будут появляться Другие цивилизации Или только моя цивилизация Будет пытаться развиваться Не знаю Блин, не хватает ресурсов Катастрофически Не хватает дерева Так, переходим к экстренным мерам Ребята, хватит добывать камень Камень нам больше не нужен Все отправляемся на добычу леса Нам нужен лес Так, это я обозначиваю места Где они должны добывать лес Где не могут добывать лес Ну Всем миром, как говорится По нитке сбросимся И построится гостиница Где вы сможете жить Главное, чтобы в этой гостинице было очень много мест для жизни Потому что строишь палатку В ней 4 места Но палатка и дешево стоит Это стоит учитывать В отличие от гостиницы Гостиница требует очень большого количества ресурсов Ну или это не гостиница А просто большой дом Где смогут жить сразу несколько семей Так, но пока никто сношаться не хочет Никто не хочет делать детишек мне И увеличивать популяцию А это очень важно для государства Чем больше... Ой-ой-ой, зомби уже нападают Посмотрите Ну мои бравые горожане Были съедены Печаль Печаль Один чувак случайно загулял И в итоге что? Его съели зомби Если бы было тут Несколько моих горожан Они бы справились с зомби Но нет 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 Один загулял Мог бы позвать на помощь Я, к сожалению, самими людьми управлять не могу И это вызывает некоторые трудности Я могу просто им сказать Ребята, мол Добывайте дерево Они такие Окей, мы пошли добывать Все Это все, на что я способен Это все, что я могу Опять один чувак оторвался от стаи от моей И получит сейчас людей от зомбака Хотя вдвоем Оба-на Оба-на Еще ребята заметили И сейчас мы сможем дать отпор этим зомбарям Мои жители не погибнут Слава богу Все будет хорошо Убивайте зомбарей Да Все, всех зомбарей убили Отлично Жители не погибли Они немножко даже прокачались Когда они дерутся с зомбарями Они прокачиваются Это плюс Так Ну что ж Гостиница практически готова Будем называть ее все-таки гостиницей Жесть 72 куска дерева 24 камня Я потратил на создание этой Просто великой постройки И всего лишь 12 мест Так В итоге у меня 23 жителя И 24 места для жизни Тут Ну Недостаточно Надо построить, пожалуй, еще один Маленький домик Чтобы Они могли жить еще и здесь Он, наверное, будет на 6 мест Так как он в 2 раза меньше ресурсов требует Чем этот дом И тогда они, наконец-таки, начнут плодиться Размножаться И Все будет очень круто Я на это, по крайней мере, надеюсь Оба-на Опять заметили зомбака Но благо заметили толпой Главное, ребята, не разбегаться Потому что иначе Может все это Плачевно закончится для нас всех А нам это, к сожалению, не надо Ну, как, к сожалению К счастью Нам это не надо Мы хотим жить Мы хотим развивать свой Поселок Свою деревню Свой город Свою империю В конце-то концов Так Схранилище нам нужно или нет? Давайте попробуем построить 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 Еды, в принципе, достаточно Пока Хотя, посмотрите Здесь тоже требуется какая-то еда Странно Я пока не знаю, что это Давайте достроим дом Хотя, в принципе, ресурсов на дом хватает И построим ферму Большую ферму где-нибудь Ну, пожалуй Вот тут Такс 64 дерева надо Ну, достроится она довольно быстро Потому что, ребят, на дереве у меня много Такс Чтобы была еда Нам нужна ферма Не буду строить маленькие фермы Я сразу построю гигантскую большую ферму Построится она очень-очень быстро, я надеюсь Такс Давайте, ребята, поторапливайтесь Как-то живее нужно двигаться Живее работать Жаль, тут нету ускорения Если бы была кнопка ускорения Я бы просто нажал так Трынь Ускорение И чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Они бы быстренько-быстренько-быстренько Бы сделали эту ферму Но Нет, хотя они и так довольно быстро Строят ее Но Хотелось бы быстрее О, о Филонят некоторые жители Отдыхать пошли Сволочи О, один вообще упал Ть Такс, ладно Домик готов Домик хорошо Наверное, они начнут размножаться Когда еда будет заполнена Мне кажется, что именно так Хотя я и не знаю Так, что это вы стали Это без дела Аааа Я не указал места для добычи дерева Опять нужно указывать Окей Добывайте здесь везде Отправляйтесь Что-то они расслабились Думают Ну все, мол Наш император Саша Он Не хочет, чтобы вы больше работали Я такой Нет-нет-нет, ребят Работайте Это же для вашего же благо Это Ферма вы строите для себя А не для меня Я как бы Себе ничего не беру Я не ворую У народа Что это такое Ой, Слизняк Он такой милый Наверное, он сможет жить вместе с нами Мы его приручим И он будет жить в нашем городе Или вы его сейчас убьете Мне интересно За ним остается такой след И еще идет зомби Блин Ой, тут целая куча зомби Нет, все-таки они пытаются сражаться Со Слизняком И Слизняк довольно мощный Хочу вам сказать А, нет Слабак Слабак Никто не сможет справиться с моими жителями Жителями моего великого города Зомби нападают Если вы, ребята, будете оперативно реагировать И вместе давать отпор То мы в любом случае выживем И дадим отпор злым мерзким тварям Этой нечисти Такс Как там идет постройка фермы? Не так уж и круто, как хотелось бы, конечно Не так уж и круто Не хватает людей мне Мне бы хотя бы 50 человек Вот тогда бы я развернул тут производство У меня бы и камень добывали постоянно У меня бы и морковочку пошли бы добывать И все у меня было бы хорошо Но нет, 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 нет Почему-то этого не хочет происходить Это не происходит И, в общем-то, они не размножаются Хотя прошел только один день Было бы странно, если бы они сейчас Прямо спустя один день начали размножаться Это было бы довольно круто Но если мне придется ждать 9 месяцев Ну, это реально жесть Сколько тогда времени нужно в эту игру играть? Непонятно 9 месяцев Ууу Не Один день тут еле-еле проходит А 9 месяцев Это просто жесть Грубо говоря, там, 270 дней Это, ну, много На самом деле, много Так, ну, вроде бы Ферма моя должна уже быть готова Потому что Ребята собрали Достаточное количество ресурсов Но проблема в том, что Зомби Зомби мешают мне развернуться Так, зомби мешают мне развернуться Ну что ж Давайте теперь, знаете, как сделаем Давайте отправим парочку Людишек сюда На Сбор морковки Я не знаю Запретим ненадолго Сбор Дерева тут В некоторых местах Пускай немножко добывают Но этого будет, думаю, достаточно Так А вы идите, ребята Добывайте морковку Пойдете, нет? А, зомби Ну, ясно 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 А-а-а-а Нужно устроить Несколько людей На работу В ферму Окей Пускай будет Семь человек Думаю, этого достаточно Для начала Ну, и в принципе Я думаю, на это Можно остановить Эту игру Потому что Ну, потому что Потому что Время подходит к концу И, в общем-то Надеюсь, вам игра понравилась И вы тоже захотите В нее поиграть Мне она лично Безумно понравилась И я бы в нее играл Играл, играл, играл Играл Люблю я такие стратегии И если у вас есть подходящие Скидывайте мне что-нибудь В личку Где нужно развивать Свой поселок Город Там, деревню Или еще что-нибудь Скидывайте мне в личку Я буду очень благодарен Ну, а с вами был Перпетум Или же Александр Большое спасибо, ребята За внимание За просмотр И до новых встреч, друзья Всем удачи И всем пока